Первый Адам — это не только творческий разум, непрестанно стремящийся вперед, но также и разум, изучающий, оглядывающийся назад и оценивающий свои действия, и в этом он уподобляется своему Творцу, который в конце каждого этапа сотворения мира всматривался в свое творение и оценивал его. Часто Адам останавливается, оборачивается, рассматривает и анализирует свои творческие достижения, пытаясь увидеть их в философской и аксиологической перспективе. Более того, как я уже отмечал, Адам выделяется не только в области научной теории, но также и в области этико-моральных действий. Он устанавливает нормы, придавая им большое значение и силу. Он создает прекрасные формы, видя в этом нечто облагораживающее, очищающее, радующее и обогащающее. Все это ищет Адам, но не всегда находит. Ибо ретроспективная оценка драмы познания в плане этико-моральном и эстетическом невозможна до тех пор, пока человек движется в замкнутом заколдованном круге естественных событий и не делает попыток подняться над этим. Например, параллелизм между сознанием и существованием, чистыми логическими построениями и естественной динамикой, на чем базируется современная наука и что тревожит пытливый разум первого Адама, Остается неразгаданной тайной, пока человек не признает, что эти две параллельные линии разума и действительности сходятся в бесконечности в истинном с большой буквы и реальном с большой буквы. Подобно этому, ценность и действенность этической нормы, если она порождена творческим социальным жестом первого Адама, не являются долговечными. Только утверждение со стороны высшей этической воли может придать закону устойчивость, постоянство и ценность. Человек величественный нередко нуждается в спасительных и целебных силах, присущих в вере, которая может помочь и утешить растерявшегося в пору бедствия. К тому же эстетическое переживание, которому современный человек предается с почти мистическим экстазом, несовершенно до тех пор, пока прекрасное не поднимется до уровня возвышенного и не будет избавлено. Однако избавление является категорией завета, а возвышенное неотделимо от величественного. Но как первый Адам может стоять против избавленного прекрасного, в котором отражается величие, если он заточен в механическом мире и у него нет ни сил, ни желания вырваться оттуда? Иначе говоря, идея веры, переведенная на язык культурных категорий, соответствует аксиологической и философской системе творческого культурного сознания и доступна также для светского человека. Продолжение следует...